Здравствуйте! На городском телеканале ЮТВ психологическая кухня. Меня зовут Аркадий Александрович. Я Ирий Кавхатович. Здравствуйте! И сегодня на нашей психологической кухне председатель молодежного клуба «Актив» при Башкирской Республиканской Организации Всероссийского Общества Инвалидов. Психолог с двумя высшими образованиями. Просто яркая женщина Нафикова Гульнара Раяновна. Здравствуйте, Гульнара! Здравствуйте! Вы являетесь председателем молодежного клуба «Актив». Где собираются вот кто? А где собираются молодые ребята с различными заболеваниями, любой возраст, любые интересы? То есть мы объединяем людей для общения, для реализации, для многих проектов, направлений, которые интересны для каждого. И сохраняется обязательно индивидуальность каждого интереса. И прислушиваемся мы к пожеланиям и к предложениям, к идеям новым, что для каждого важно получить именно в этом клубе. Тот, кто приходит в клуб, они все инвалиды? Нет, у нас нет такого ограничения. В основном это люди с инвалидностью, но у нас открыты двери, мы открыты каждому. У нас очень много волонтеров, я их люблю называть друзья. У нас очень много людей без особенностей, можно так сказать, стандартные. Это у нас такая есть шутка, внутри клуба есть стандартные и нестандартные люди. Вот. Но мы не можем говорить, да, здоровые и нездоровые, потому что это проскакивает и в СМИ, вот эта формулировка. Но для кого-то это является болезненным моментом, кто-то реагирует остро. И еще самое главное, как это произнести. А вы сами как вот к этому слову отнеслись, когда вы его услышали для себя первый раз? Это когда, кстати, произошло? Когда вы это поняли? Вы инвалидность? У меня инвалидность с 9 месяцев. Ну, как вот я вот. А сознание того, что вы не такой ребенок, как все остальные, действительно имеете некие ограничения? А, ну, здесь важную роль сыграла мама. Угу. Как проводник, как передача такой вот энергии, очень сильная, в плане ты можешь, ты должна, ну, ты сможешь, ты сильная, ты такая, как все. И единственное, нужно приспосабливаться к тому, что ей сейчас не надо стремиться к чему-то сверхъестественному, а у тебя будет, он все время говорит, надо переходить на косты, на одну клюшку, на палочку, да, потому что у тебя в одной руке будет либо сумка, либо за ручку ребенка будешь вести. То есть она мне с детства вот это говорила, и, как для меня, это было нормально. То есть я всегда находилась в социуме, то в лагерях, то в санаториях, то в школе, в школе интернате номер 13 я училась, приезжала специально только на выходные, то есть я постоянно была там. Социальное развитие я получила колоссальное, можно сказать, поэтому для меня несложно, да, установить контакт, познакомиться с кем-то. Дальше я уехала в Казань, то есть продолжала среднее образование, 11-12 классов, так как у нас в Уфе еще не было этого. Это у чего? Возможности закончить полное среднее образование не было в Уфе в то время. Это было восьмилетнее образование, этого недостаточно было, чтобы поступать. А сейчас есть? А сейчас есть уже, да, сейчас 12 классов. Молодцы, мы. Мы молодцы. Вот, и я там жила полтора года, то есть приезжала только на лето и на зиму, то есть вот именно большие каникулы, когда были. Вот там я получила колоссальную школу, закалку, прям закалку настоящую, настоящую. То есть я была одна в этом городе, появились, конечно, друзья, которые меня поддерживали. Приходили письма по пять штук в день, для меня это было очень большой помощью, поддержкой. А, Гульнар, а вот в Казани, я так понимаю, вы и профессиональное образование тоже получили? Нет, нет. А где? А после Казани я приехала в Уфу сразу, благодаря маме, мы быстренько все, у нас получилось сразу же подать документы в Башкетский педагогический институт, еще в то время он был. Да. Я начала уже учиться прямо в этот же год, 1 сентября я пошла на факультет психологии. Ясно. Вы говорили, что учились в интернате. Как вы считаете, для ребенка полезнее учиться в специализированном интернате, где особые условия? Или же учиться вот инклюзивно, как вы сказали, со стандартными детьми? Сразу скажу, что в Уфе у нас школа-интернат, оно именно для детей с нарушениями здоровья, а в Казани, в которой я как раз училась, инклюзивные варианты. Как раз, да. То есть там очень много ребят, которые без нарушения в здоровье, да, в развитии. И у нас в Уфе такого нет пока. А Казани получается впереди планеты. Сейчас очень много на самом деле появляется в Уфе тоже, конечно. Я участвовала во многих конференциях, связанных с инклюзией. Очень много прорабатывается, очень много идей реализуется, то есть к этому идет. И это на самом деле, наверное, правильно, потому что за рубежом нет каких-то закрытых сообществ для инвалидов, нет школ. То есть ребенок, взрослый человек может выйти спокойно, доехать докуда-то, посещать какие-то кружки, занятия на общих основаниях. То есть такого нет. Ну, здесь у нас, конечно, немножечко мы... Мы же движемся. Мы, да. Очень много делается, на самом деле, очень много. Ну, вот несколько лет уже существует такая программа федеральная, как «Доступная среда». Что-то делается в Уфе, чтобы, скажем, особенным людям было удобнее, да, чтобы город стал доступнее для них? На уровне государства, конечно же, то есть это социальные объекты, это торговые центры, магазины, они, конечно, оборудоваются. А сложнее вопрос решается индивидуально, то есть подъезды, квартиры, это уже... Необходимо учитывать все особенности, все пожелания. И учитывать надо весь дом, соседи, это согласие. Очень многие соседи против установить пандусы в подъезде, очень много против. То есть... Чем связано вот, что соседи против? Ну, как, с соседями связано. Соседи такие, люди такие. Ну, у них аргументов много. Есть аргументы. Ну, непримечные люди к тому, чтобы быть... Ну, конечно. Скажем так, с пониманием относиться к тем, кто рядом. Понятно. Это есть. Факт, что это есть. Да, это есть. Хорошо, Гульнар, расскажите тогда поподробнее о вашем клубе «Актив». У вас там, ну, скажем, однородный состав? То есть только люди с какими-то ограничениями или разные? Ну, не только, например, колясочники, не только глухие, слепые. Все у вас представлены? Или кто-то один? Да, ну, давайте по порядку. Да, нас участников клуба уже около ста человек, даже, наверное, больше сейчас. Развитые направления много. То есть это и клуб знакомств, и клуб настольных игр, шахматный клуб появился, клуб рукоделия и спортклуб. То есть это и спортзал мы ходим, и адаптивное скалолазание. Очень интересно. Да, ладно. Да. Ладно, понял. Мы сейчас развиваем идею создать фабрику звезд для людей, как раз участниками которого будут люди с инвалидностью. Ну, фабрика звезд чего? То есть что будет делать? Фабрика звезд – это вот у нас же было шоу, да? Фабрика звезд. Ну, то есть в этом плане, проявление каких-то творческих началов. Да, проявление и даже обучение неким новым возможностям себя реализовать. По поводу именно видов заболевания, я не люблю ограничивать, разграничивать, да? То есть мне очень приятно, когда на встречах у нас, кроме… проходит одна встреча в месяц, это как обязательная встреча, где приходит очень много народу, 50-40 человек. И в рамках этой встречи, день встречи она называется, параллельно работают три зоны. Это клуб рукоделия, клуб знакомств. Этот день очень всем нравится, и у нас обязательно в этот день половину времени, даже больше, занимает большое чаепитие. То есть мы все 50 человек садимся, кто-то, обязательно кто-то что-то приносит немножечко, и вот мы за таким большим, богатым столом сидим и общаемся. То есть какие-то новости, кто-то рассказывает что-то, или мы обсуждаем даже вопросы, касаемые развития клуба, чтобы все были задействованы. Гульнар, а вот вы сколько лет уже председатель? Мы стали официальным клубом при Башкирской организации Всероссийского общества. Ладно, там по-другому вопрос задам. Сколько лет вы уже вот так вот плотно общаетесь, ну, скажем так, с сообществом инвалидов? Более 10 лет я занималась трудоустройством инвалидов, то есть официально. И начали поступать ко мне вопросы, что у меня база людей большая, что мне пора уже знакомить уже всех. Хмаха, 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 хмаха. То есть вопросы, познакомь меня там с девушкой, с парнем, с мужчиной, с женщиной. И получаем много таких сообщений, писем. На самом деле родилась идея создать подобный клуб, где как раз они приходят и знакомятся. У нас приезжает не только из Уфы, мы при республиканской организации, да. И к нам приезжает по возможности, кто может приехать из Крама-Скалов, из Тишмов, из... Наблюдая вот уже столько лет, ведь наверняка у вас сложилась, ну, некая, что ли, градация. Вы можете дать такой портретный срез психологический, разбив, может быть, даже на некоторые группы, тех людей, с кем вы общались? Вот какие они? Они замечательные. Ну, это понятно, да. С чем приходится сталкиваться, с какими трудностями? Что нужно преодолевать? Есть установки общества к инвалидам. Есть установки от инвалидов к обществу. Так. А есть еще некие такие трения между группами инвалидов. Вот. Можно попробовать. Это есть. Ну, в обществе, как инвалидам, мы уже сказали. Это на самом деле очень интересно, со стороны это не видно. Да, да. Ну, почему это очень не видно? Не, не, я имею в виду вот именно особенности, которые проявились у нас в клубе, это не видно, может быть, со стороны, вообще извне. В процессе развития клуба, создавая различные направления, я начала понимать, что происходит нереализованность, нереализованность ребят, которые интеллектуально сохранны. То есть направления стали интересны для людей с интеллектуальной недостаточностью, можно так сказать. Комфортно порой бывает оставаться в качестве инвалиды. У меня как раз в моей практике было много таких случаев, когда я работал с людьми с ограниченными возможностями здоровья, что те, кто там, например, поздно ослеп, да, или там, ну, с ним не с детства это случилось. Потеря зрения. Ну, не обязательно потеря зрения, там, ну, вообще что-то, что привело его к инвалидности. Если человек изначально был состержнем, да, то есть, то для него, ну, скажем, инвалидность не является проблемой. Да, он продолжает активно также жить, работать, ищет возможности. А если человек и до инвалидности был, как кисель, то он болезнью начинает прикрываться, как щитом. То есть он и раньше бы этого не делал, но теперь он говорит, что, ну, я же инвалид. Ну, от вас какие наблюдения? Потребительство есть, то есть, ежедневенческое отношение есть. Ребят, давайте соберем деньги на чайник. Нам же всем надо 50 человек пить как-то чай. У меня нету. У меня нету. Я не работаю. То есть сталкиваюсь я постоянно с такими формулировками, отказами. То есть сейчас мы еще развиваем, вернее, один из проектов, перескочу случайно. Одним из проектов, которые я веду уже с 10-го года, это Уникард. Это интернет-магазин рукоделия, где мастера являются с инвалидностью. И мы реализовываем эти изделия. Стал вопрос сейчас сделать визитки элементарно. Потому что прошло время, когда мы немножко приостанавливали проект, и сейчас надо заново его... Перезапустить. Перезапустить. Вот, правильно, да. Визиток нет. Нам надо выходить на выставку. Моя команда, которая помогает мне реализовывать проект, они говорят, давайте соберем с мастеров для начала, и мы пойдем дальше. То есть, ой, ребят, я не могу, извините, пожалуйста, но вот мне надо лекарства покупать. Чтобы что-то получить, надо что-то отдать, хоть чуть-чуть, но в общую копилку, в общий котел надо что-то положить. Это... К этому надо идти. Вот. Гульнар, ты сказала, что занимаешься трудоустройством инвалидов. Сложно ли инвалиду официально трудоустроиться? И какие сложности возникают? И как он сам реагирует на это? И есть ли какие-то квоты для инвалидов на предприятиях? Квоты в организациях есть. Для помощи, поддержки государства, для руководителей компании тоже есть. То есть, это и субсидии, и программы федеральные, и различные. Все хотят работать. Все. Космонавтами, там. Да, да. То есть, президентами. Не, ну это я уж так. Да, я поняла. На самом деле, из базы, которая была у меня в 300 человек, когда мы хотели открыть собственные центры трудовых ресурсов, то есть, по выполнению непостоянных, вернее, ну да, непостоянных заказов, такие как ремонт мелкие, то есть, мы отправлять хотели, да, как аутсорсинг, бухгалтерия и так далее. Начали собирать, вроде бы, поначалу, да, я хочу. А когда уже пришел заказ реальный, никого нет. То есть, вот такое есть. Вот 80% людей, они по какой-то причине не готовы. То есть, есть на словах готовность, а на деле, когда подходит момент, вдруг оказывается, картошку надо сажать. Завтра вам на собеседование, вот туда-то, туда-то. А далеко, во-первых, далеко ли ехать? Да, да. А ехать там в Черняковку, да, с монумента, например. Ой, я не могу, у меня далеко, то есть, а я завтра в больницу, а я завтра, у меня там давление, еще что-то, еще что-то. То есть, вот эти вот, они остаются вот именно, я их называю договорками. Понятно, что может быть какая-то объективная причина быть. Конечно. Ну, будучи человеком очень лояльным, мягким и понимающим, как-то все это, ну, ну, ладно, ну, давайте выздоравливайте, то есть, здоровья вам. Но со стороны работодателя, это же знак, что мы не можем собрать людей. Мы не, на самом деле, слово, оно было, а подтверждения не было. Да, ну, и работодатель в таком случае уже отворачивается, ему некогда, ему надо делать дело. Это бизнес, нельзя ждать. Да, да, да. То есть, это же целый механизм. Ну, и как мы знаем, что кто хочет, ищет возможности. Тот уже работает. А кто не хочет, ищет причины. Да. Да. Понятно. Нет, трудоустройство, на самом деле, не такой вот прям безнадежный момент. Трудоустраиваются, есть обращения от работодателей, то есть, и хотят работать. Чтобы немножечко тебя, Гульнар, увести от этих эмоций, у меня другого, пока я тебя слушаю, у меня возник такой любопытный вопрос, мне кажется. Дети родителей инвалидов, они как-то отличаются от детей других родителей? Ребенок здоровый, в семье инвалидов, правильно? Да, конечно. А этот ребенок противополевает издевательства со стороны своих сверстников, вот правильно сказал. У которых родители не инвалиды. У тебя мама такая, да, то есть и ты такая, и вот и никакая, и так далее, и так далее. То есть, ты хочешь с этим сталкиваться. Да, это есть. Но мы еще не пошли в школу. Вопрос. На самом деле, меня упрещают мысли, как мне ее подготовить к этому. Я с ней езжу везде и всюду, то есть, и в коллектив ее сверстников, да, я стараюсь быть с ней, чтобы и она знала, видела и понимала. А вот моя мама, то есть она, а вот моя мама, то есть, вот, да, я отлучусь и приду, и она говорит, а вот моя мама. А все такие, а почему она на костылях? То есть, а что, что случилось-то? Вот, и она нормально реагирует на это. То есть, она, ну, он ее нагабалит. Пока таких моментов не возникало. Но я еще настроена на то, что как мы относимся к себе, так относятся к нам окружающие. И я ее так же настраиваю, то есть, если ты будешь думать положительно о себе, обо мне, там, да, как об образе, тогда все прекрасно будет. Ну, я уже понял по тому, что вот, как ты говорила, рассказывала, как настраивала тебя в свое время твоя мама. Угу. Вот это, я так понимаю, и стало для тебя вот этой самой вот платформой, фундаментом, закалкой для того, чтобы действительно пройти вот этот весь путь молодой мамы, да, и сегодня уже встречать, ну, что, школа будет теперь, да. Вот новые, новые впечатления. Это другой этап, это этап для меня тот же. Да, и получается так, что, значит, наши инвалиды, они, замыкаясь сами себе, не обращаясь к подобному роду опыту, оказываются предоставленными, вот что-то. Сами себе хотите сказать? Да, да, вот этих трудностей, да. Нет, не совсем так. Во-первых, то, что мы объединились, это уже им помогает. Да, это здорово. Это здорово. То есть, они могут поделиться, у нас работают в социальных сетях, чаты, что-то случается, они сообщают, то есть, делятся советы, дают друг другу, гости ходят, в кафе там встречаются маленькими группами, то есть, это все хорошо. А люди, которые сильные внутри, со стержнем, они находят реализацию уже сами, самостоятельно. Они уже знают, что они хотят, они, также родители у них, да, например, установку дали, и либо у них прошлый опыт перед тем, как приобрели заболевание, у них был тоже сильный такой вот, уверенный, и они не сломались. Кто-то ломается, кто-то нет на вот этом стыке. Вот, то есть, нельзя сказать, что все инвалиды замкнутые и не способны ни на что, они на все способны. Даже те ребята, которые вроде бы не на первый взгляд ни на что не способны, а в процессе общения появляются такие моменты, а, вот ты вот это можешь, оказывается. То есть, какие-то моменты выходят в процессе общения. Из чего мы все же пришли к фабрике звезд. Набираются ребята, которые, ну, ну, не талантливые, да, можно сказать. Конечно, я хочу, я, я, я пою, у меня голос, хорошо, выйди на сцену и спой, да, то есть, никого, зрители, попробовал, попробовал в другом направлении себе, в третьем, в четвертом, а вот ты, оказывается, там можешь, пожалуйста, давай туда, давай туда, ты молодец, ну, давай туда, вот, ну, это да, это нужно. Изнование своих возможностей. Ну, да, конечно. И мы не ставим задачу прям получить какое-то образование музыкальное в этом, в рамках фабрики звезд. Вот у нас будет определенный номер, один номер, который в декабре, мы планируем в декабре отчетно итоговую, концерт, итоговый концерт, и нам нужно всего лишь по одному номеру, с каждого направления. А сколько вы планируете набрать участников? Количество? Да. Или как? То есть мы уже общались, к нам уже пришел брейк-данс, мы сейчас, да, формируем группы, не совсем группы наполнены, вернее, не совсем группы определены, потому что еще педагогов не хватает. Гульнара, вот ты о себе писала, что в 2011 году была активным участником большой встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Да, была встреча с инвалидами. Это я не писала, это вы в открытых источниках это увидели. Ну, это же ты в открытых источниках писала об этом. Расскажи немножко об этом и второй вопрос, с кем бы из известных людей-то еще хотелось бы встретиться и о чем поговорить с ними? Ну, после Медведева только Путин, что ли? То есть это была большая встреча. Это привело к какому-то результату? Это привело, да. Мною были предложены некоторые изменения в законодательстве. Вот. Ну, пожалуйста, эта встреча получается все-таки продуктивная. Ну, она была, да. Я отправляла документы, какие необходимы были с рекомендациями. Это было услышано. Ясно. Есть в планах открытие коммерческие проекты в рамках клуба для того, чтобы мы были... Как это сказать? На самообеспечение? Нет? Ну, да. Чтобы... Да. 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 Ну, и что, всю жизнь протянули? Да, да, да. Ну, а что? Мы сейчас вообще перестали просить помощи финансовой. Да. Ну, нету денег, но мы начнем фабрику с весами. Правильно. То есть, чего ждать? Будет какой-то проект, грант, то мы и подадим. Не будет. У меня команда очень хорошая, сильная, которая питается воздухом. Воздухом. И недовольный. Но на самом деле, мне хочется каждого поощрять. Конечно же, они достойны хорошего заработка, не скажешь. Но все равно хорошего поощрения. Но почему не заработка? Вот на самом деле, да? Мы все достойны хорошей оплаты своих 24 часа, которые мы полностью посвящены в это общественное дело. И поэтому у нас... Мы пришли к тому, что пора создавать свои... Вот уникарта, он коммерческий, ну, социальный, да? На нем не сделают большие деньги. В конце передачи каждый гость дает от себя какой-то вот нашим зрителям рецепт. Ну, или высказывает свое какое-то пожелание. Пожалуйста, простой рецепт для жизни, для людей. А может быть даже и конкретная целевая аудитория, инвалидам может быть что-то сказать. Хочется сказать, чтобы все... Не важно, с инвалидностью, не с инвалидностью. Для меня важно каждый день что-то получать новое, развиваться. И я вижу, что этого не хватает именно тому окружению, в котором я нахожусь. Читать, писать, даже элементарно, да? Общаться, правильно общаться, учиться общаться, учиться строить отношения. Ну, недостаточно. Позитивно смотреть на свою жизнь, на свой каждый день. Говоря, просыпаться и говорить, спасибо. Я сегодня проснулся. Значит, я должен... Мир этот будет мой. И сегодня я достигну все цели, которые я поставил вчера вечером в ежедневник. Понятно. Спасибо, Гульнара, за интервью, за интересные ответы на наши вопросы. Мы заканчиваем передачу «Психологическая кухня». До скорых встреч. Пока. С вами были Ирий Кавхатович и Аркадий Александрович. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»